всем привет я рада что вы зашли на мой канал сегодня у меня очередное отчетное видео видео понедельника покажу свои готовые работы что я успела связать последнее мое видео вышло в среду я тут выбилась из графика немного но вот прошло уже четыре дня и сейчас покажу что же я успела смастерить за эти четыре дня работ конечно же не так много как хотелось бы но я думаю что и такой результат тоже результат если вам нравится видео такого формата поставьте пожалуйста большой пальчик вверх это помогает продвижению канала не забывайте подписываться на мой канал если вы еще не подписаны видео будет состоять из нескольких частей из нескольких подключений я надеюсь вы найдете для себя что-то полезное интересное всем приятного просмотра успела связать еще один воротничок этот воротник связан на заказ сейчас он у меня сохнет на блокировке здесь нужно много булавочек чтобы зафиксировать каждое пико но это я фиксировала здесь тройные цветочки из трех лепесточков я ставила в каждый цветочек по одной иголочки только на уголочках вот здесь ставил по 3 булавочки просто мне не хватило бы даже наверное иголочек чтобы зафиксировать каждый пико все равно я их подчеркнула здесь у меня также целый ряд пико но они так хорошо раскрылись мне кажется не обязательно было вставлять иголочки сюда придавая воротничку форму подковы сейчас аккуратненько сниму с блокировки пришлю пуговицу и покажу что же у меня получилось ну вот такой очаровательный воротничок у меня получился посмотрите какая красота я его чуть-чуть под крахмал разводила крахмал буквально на кончике чайной ложки на стакан воды чуть-чуть его сильно когда жесткий мне не нравится так давайте скажу про размеры ширину такой воротничок у меня выше до края цветочка 13 сантиметров а в длину всегда я измеряю размер воротничка по внутреннему краю так 58 сантиметров вязала из ниток денди вот context крючок использовала 125 миллиметра схемы этого воротничка популярная но на просторах интернета она такая не очень четкая вязала кое-что я так на глазок ну планирую сделать поэтому воротничку мастер-класс видео вот в этот раз не видео списать не удалось но планирую связать такой воротник еще на наличие и сделаю обязательно видео как я вязала такой воротничок так не этот воротничок очень нравится сейчас мне нужно его упаковать буду использовать также красивую открыточку упаковочную бумагу все у меня уже приготовлено упакую сейчас мне нужно красиво сфотографировать показать заказчику и если все конечно же понравится я отправляю почты россии сейчас хочу показать новую партию снежинок связано не на заказ конечно сейчас у нас уже весенние настроение хочется больше тепла солнца но такие заказы также приходят люди думают уже и о будущей зиме и вот снежинки продолжаю также вязать но в этот раз все снежинки я вязала такие простые почему-то мне не захотелось таких вязать вы черных замысловатых как фельдиперсов то связала такие простенькие но тем они и прекрасные легкие воздушные посмотрите какая красота прям снежинка снежинка как снежинка из детства одна снежиночка вот такая прекрасная снежинка все они у меня небольшого размера в этот раз но есть специально подбирала схему чтобы они были примерно одного размера вот 11 сантиметров вот это посмотрите какая очаровательная очень симпатичная эти схемы можно найти в альбоме снежинки в моей группе вконтакте группа называется мастерская одри но тоже 10 сантиметров чуть чуть поменьше вот такая прелесть я тоже уже вязала много раз здесь много пико и требуется подольше времени на блокировку так вот десять с половиной одинаковые даже можно не измерять наверное 11 но посмотрите таких я даже две связала не она очень понравилась но и заказчик попросил именно вот такие снежинки вот прям настоящая снежинка и не нужно никакие не объемы не рельефы очень симпатичная я наверно себе на следующий год вот такие на вижу на елочку и пусть они будут даже все одинаковые наборчик допустим из 9 там с 15 штук очень симпатичная снежинка так вот какая красавица тоже интересная на кончиках лучиков такие цветочки такую тоже вязала уже показывала на чуть-чуть побольше но это опять зависит от количества воздушных петель в цепочке можно регулировать 12 сантиметров такая тоже все легенькие наверно по 2-3 грамма пряжа десять с половиной сантиметров вот такая снежинка как будто бы из бумаги все вырезали прелесть так что сейчас также я упакую и этот наборчик и вот этот новогодние коробочки и также отправляю заказчику нагрю акции tú но а вот у вот по Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Другой DimaTorzok такой стальной темно-серый цвет у меня поступил заказ на воротнички серого темно-серого черного цвета вот сейчас я буду вязать вот такие воротнички так ну и конечно же мне на глаза попалась вот такая пряжа я посмотрела здесь состав такой носочные 75 процентов шерсти и 25 процентов полиамида по идее хороший состав для носочков ниточка должна быть такая износа прочная но она конечно же толще чем мы привыкли вязать из классической носочной пряжи здесь у нас 50 граммах 150 метров то есть 100 граммах 300 метров спицами наверное нужно будет вязать троечкой может три с половиной да нет наверное троечкой все-таки она немножечко потоньше чем или за его тайм ими так понравился вот этот деревенский стиль вот эти твидовые крапинки как называется пряжа это альпина твит в мсву для ручного вязания пряжа и посмотрите какие тут разноцветные крапушки мне кажется носочки будут такие уютные пряжа конечно же не дешевая и эти носки я свяжу он для себя или или в подарок для кого-то своих родных близких на продажу конечно же такие носки невыгодно и не знаю вот при такой толщине пряжи хватит ли вот этих двух моточков на полноценную пару чтобы и поглинок был высокий ну и размер не 35 а вот 39 40 меня не знаю может быть мужские носки будут но буду все решать по уходу вязания наверно какой получится у меня и шириной но это все экспериментальным путем там много разных расцветов этот цвет 05 23 ты наверно дата я не знаю вот вот sb32 129 может быть вот этот цвет а вот свет специально 0 9 вот это номер партии начале сказала color 09 ну посмотрю что получится если вы вязали из такой пряжи носочки напишите в комментариях как вам понравились не понравились такая пряжа конечно же подойдет и для варежек может быть варежки связать и для шапок для шарфа на вас совершенно не колючие очень приятная на ощупь ну вот такую буду пробовать что-то новенькое всегда хочется так и были с мужем в магазине коллекционер у меня собирает марки и пока он там выбирала марки я вот такие открыточки себе подобрала но тут все конечно же вязальная тематика сердечный привет из россии вот такие варежки очень симпатичная открытка я все-таки давно уже хочу повязать и варежки но опять этот процесс мне нужно изучать все я не варежки наверно вязала только крючком а вот хочу спицами это надо тут от нуля как говорится от а до я искать свою модель какие варежки мне больше понравится но буду в следующем году наверное зимой варежки вязать так но вот такие носочки это потому что в тему носочки купила открытку пусть будет также на следующий год она мне пригодится и могу также отправить заказом когда буду посылку запаковывать с носочками вот но и в такие две даже открыточки взяла одинаковые посмотрите какая прелесть все как я люблю вот девочка сидит деревенской избе и вяжет носочки почтовое бюро соловьев в деревне называется картина также буду отправлять эту открыточку в упаковке наверно себе одну оставлю вы же знаете мою тягу к открыточкам посмотрите как сочетается по серии он показывал в прошлом видео так ну и про носочки связала вот эту пару свою из остатков но я их еще не стирала они у меня еще не раскрылись но уже пара моя почти готова вот как у меня подобрались цвета мне кажется очень очень нарядные интересные и сам процесс подбора вот этого узора расцветки чтобы все сочетались мне очень нравится всегда это какое-то прям творчество не просто так взял моток носочные пряжи себе вяжи да вяжи нет здесь уже нужно немножечко покумекать и уже надо распределить чтобы пряжа хватило вот это у меня пряжа извязана в ноль но я прям складывала оставшийся отрезок нити пополам отрывала и туда-сюда вязала чтобы уже было все одинаково и носки у меня получились совершенно одинаковые все несмотря на то что они связаны из остатков я подобрала узор даже вот даже кончик вот мысочек все сошлось один в один вот а почему я их не постирала потому что я еще не спрятала хвостики нити и давайте посмотрим как же эти носочки выглядят с изнаночной стороны они собраны буквально у меня из коротеньких отрезков но по моему методу хвостиков очень очень мало хвостики у меня только образуются в тех местах вот секциях где я вязала методом helix helix у меня здесь не очень много вот маленькие у меня тут отрезок сколько-то ну буквально 10 рядов и вот светло-зеленый вот здесь helix вот тут получается хвостики а там где просто смена цвета здесь я нитки соединяю другим способом давайте покажу как я соединяю пряжу вот у меня два отрезка остались тут маленькие кусочки вот отрезок от носочка идет и вот эту нить мне к примеру нужно присоединить я уже как-то в своем каком-то видео показывала как я соединяю две ниточки между собой у нас нитка состоит из четырех тоненьких мы вяжем эти носочки из четырех ниточки и вот делим на две части по две вот разделили буквально 10-15 сантиметров и вот одну половинку вот из двух ниточек отрываем не отрываем вот все этот отрезок выбрасываем и вот осталось у нас две ниточки хвостик я его также рассоединяю и можно при помощи иголочки прям распушить его распушить вот так крючок и то же самое делаем и с другим конечком также разделяем на две половинки по две ниточки отрываем одну часть не отрезаем чтобы вот этот хвостик был у нас мохнатенький а вот эти две нитки также мы распушаем так иголочку сейчас возьму крючок цепляется вот у меня иголка толстая с большим ушком и этой иголочкой и сшиваю мысочек так вот теперь накладываем два хвостика один на один и вот этот нахлёстик немножечко должен у нас идти и на 4 ниточку вот сюда раз и сюда вот так вот немножечко скатали вот и теперь мы берем между двух ладошек и вот так крутим прям у нас руки аж горячие сваливаем два хвостика между собой можно поплевать и вот так сваляли мы все равно носочки будем стирать ничего страшно посильнее прям приваливаем и посмотрите вот две ниточки у нас соединились вот я тянул за два края и нитка не рассоединяется вот этот хвостик можно еще немножечко привалять нитки на шерстяные поэтому они хорошо сваливаются все соединили и вяжем уже просто продолжаем вязать как ни в чем не бывало и потом не нужно тратить время чтобы прятать хвостики они уже ввязываются и никак никуда не денутся это что касается смены цвета если где-то маленький кончик где-то отошел я потом просто крючком его немножечко там буквально два три стежка сделаю все а вот эти хвостики которые у меня от helix идут я конечно же их не могу сразу привалять я же эту нитку новую просто вставляю и здесь вот ну где показать вот получается так вот это я уже спрятала где ну давайте вот здесь например дырочка как бы небольшая даже нету дырочки как я прячу вот этот хвостик также разъединяю на две части вот по две нитки делю нашу четырех ниточку и каждый хвостик развожу в разные стороны тут уже нужна мне иголочка все разделили до самого прям носочка вот вставляем первую иголку с большим ушком так руку сейчас в носок засовываем и незаметненько вот у нас идет у меня нитка розовая вот розовая дорожка и прячу один хвостик под эту розовую дорожку в одну сторону почему я делю нитку так она и потоньше получается и не будет она при ходьбе мешаться и чувствоваться и чтобы эту дырочку заодно прикрыть если мы заведем нитку цельную в одну сторону то может там все-таки отверстие у нас оставаться а так как мы разводим пряжу то все достаточно и второй хвостик также сейчас вставлю и вправляем в правую сторону вокруг также вот розовой дорожки но зеленую вот ниточку мне здесь нежно-зеленая также разделю сейчас на две части сюда заведу и вокруг этой зеленой дорожки в обратную сторону что как вы думаете симпатичные носочки у меня получились видите как из остатков пряжи вот это сиреневая в ноль тоже можно сказать вот остался маленький-маленький отрезок вот это ярко зеленая также в ноль у меня ушла фиолетовая закончилась вот эта голубая яркая также мне кажется очень даже нарядные получились и опять вот сколько должны стоить такие носки я же вижу вроде бы как из остатков деньги же я напряжу не трачу но в то же время если я беру простой моток пряжи я вижу просто не думая ни о чем а здесь тоже нужно проявить какую-то фантазию и время требуется больше и вот не знаю должны они стоят дешевле чем обычные носки из полноценного мотка как вы считаете или их нужно уже продавать подешевле но эти носки наверно не буду продавать может быть маме подарю может быть сама буду носить посмотрю еще после стирки какой размер получится как пряжа еще раскроется после влажной обработки может быть сейчас пойдемте вместе со мной постираем эти носочки так сейчас я спрячу хвостики и пойду стирать носки так и так и Субтитры сделал DimaTorzok Все, носочки постираны, я их прополоскала, не сильно они отдали цвет, краску в воду. Все, повесила их на блокаторах, на полотенце-сушилку. Пусть они у меня тут высыхают. Немножечко растянулись, конечно же. Но это так всегда после стирки. Очень красивые носочки получатся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну вот такие рукодельные заботы были у меня на прошлой неделе. На этом я буду с вами прощаться. Всего вам самого доброго. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И до новых встреч. До новых встреч.